угнали вызвал гаи вышел отец заметил балкона что нет машины хочу друзья представляете у серёжного брата он сейчас написал ему в телеграме угнали машину по под окнами поставил он девять часов подъехал значит пошел и вот отец в окно смотрел это где твоя машина до машины нет и он такой он же спать лег выглянул машина нету в общем машина нету не знаю эвакуатор вряд ли забрал то что состоял нормальный там рядом машина стоят вот так сейчас приеду и скажут единственное что конечно в том месте где он ставит ну зачем ему к зачем эвакуатор и вечером ночью кто там будет ездить с эвакуатором вот это вот и единственное что это бред какой-то там где они живут там не москву не она во первых никому не мешает а вторых ящик пойму днем там никого нету там где не под знаком поставил бы запрещающим что приехали бы так могли да там не там надеется что если нет туда найдут вряд ли дайте потому что разберут на детали все нет никто продавать не будет то что продать ее конечно или нереально будет а вот на детали разобрать могут а что это у него ходовая что машина какой-то миссис ниссану ахиндачу свеженькая было все три года и так ладно при милиция как там гибдд на чё там при и позвонит он потом вот причем у него сигнализация стоит с брелка поэтому стоит под окнами сигнализация не работала почему подумали может быть все таки эвакуатор но он говорит что нет потому что там стоят другие машины там же они никому не мешают зачем эвакуатор будет всегда там ставят никто никогда не ничего не забирает там вот но значит считали серёжа говорит где-то ключ его потому что значит последствую машину потому что иначе не откроешь она бы орала сигнализация ну с белка и он был слышал ну вот машина пищит на брелок информация перекидывается она там пишется удар по машине разбили дверь там разбили стекло открыли дверь в общем все же ключ но тогда пасти его должны были так мы вообще-то спать легли поэтому не смотрите что у нас такое на головах времени знаете сколько у нас сколько скажешь два ночи видите два ночи сами тоже спал и вот отец к нему зашел сейчас вот и что сколько стоит новая такая сколько стоит хотя ну что смотрели что-то а вы что смотрит сколько стоит его именно у него какого 19 года люди конец 19-20 год ну и сколько стоит 2 миллион страховки жалко нету да а страховка если бы была бы и угнали бы то ему что все возместили но в любом случае нету этого уже до долго там у вас обычно это приезжает нет в принципе сейчас ночь почему мы все поднялись пошли спать легли уже спали с этим всем нет а самое главное приходит серёжа значит от брата на телеграм до телеграм что машину угнали а я еще говорю может это мошенники какие-то на то что вот часто говорят что какие-то смс кишлю серёж пытался позвонить ему и не мог дозвониться и поэтому я говорю что может мошенники какие-то что-то хотят ну как бы нет потом мы дозвонились он говорит что да он уже спустился вниз и ничего в общем вот такие дела так друзья в общем договорились последние на том что полиция когда приедет очень но что там будет известно он нам наберет и узнаем как что как что дальше родители сейчас машина же нету то что отец продал свою машину давно ну то что он уже не ездил как бы только сами ездил потому что состояние здоровье уже как бы отец не ездил и поэтому получается что в принципе сейчас они без машины в общем ждет полицию сейчас серёжа что-то расскажет по случая по поводу как угнать автомобиль как угнать пытаясь угнать парень к нам пришел в школу уже на последние годы он поступил и берлить башкирии семьей в общем серёжа а там где он с родителями жил когда был молодой и учился в школе к ним приехал парень из башкирии пашки тоже поступил школы им дали квартиру там новом доме совсем давали какую-то был 90 . какой там четвертый третий не знаю 91 91 ты ему переехали туда где-то было на 93 год ну ладно неважно не важно будет очень много этого отца была машина жигули шестерка белая новенькая не у них тоже он пошел в в общем угнали от его дома поехали до моего дома это в город его спускаешься к речке и то есть оглохло только там бросили и это бросили хорошо они нашли на это вряд ли бросят пацаны конечно ну как пацаны там сигнализация как они строят нет понимаешь это тогда-то понятно а сейчас то действительно у сашки сигнализация стоит сразу бы заработал значит каким-то способом уже специалисты да то есть это уже не какие-то там понимаешь там парни какие-то там ну прикалываются цивилинализация было значимым движения это просто конечно не был лазер этот не импульс как называть другом короче которая где показано что там кто открыл дверь открыта колесо украли чувствую да про эвакуатор просто странно но в этом месте не должны эвакуировать раза во вторых на другие то машина стоят чего чего бы помешала эта машина бред какой-то это же наш вечером ночью считаю ночью в девять проехал с работы вот там темно как раз это я говорю что не знаю похоже как будто вы действительно да вот так ведь 2 миллиона ушло из-под нос собрались сейчас покажу вам всех все сидят а как он то так это по голосу в шоке расстроен или как не настроен порядку состояния еще наверно не очень осознал да наверное сейчас только этот спросоню то есть все что делать там кошмар конечно это я но это к слава бог что это не со здоровьем надо говорить о том что дальше это лучше чем как-нибудь овали не дай бог что поэтому там смотришь буду как сразу смотрю тоже 2000 до 100 еще 17 года машина чтобы есть что нам помочь на чертюбе сделать помочь помогать может бренд какой-то другой взять но по нему другой можно не но не российским вас попроще что-нибудь я вот смогла большого так что тут тут солярис и пола и такой же разговаривает с братом еще не приехали полиция и бдд я позвоню я решу конечно господи я решу конечно господи конечно может посмотришь ну а что будем делать ладно в любое село загоним в троих еще куда-нибудь где в дворах поставили давай дожидайся там учетом ну не дайся замерзнет очень заболеют они варзоне друзья у нас времени в общем 6 часов утра абсолютно не спится говорили опять с братом с отцом они потом спать пошли ну как спать пошли потому что очень брату приезжала полиция завели уголовное дело забрали ключи документы все там уж какие-то документы написали в общем все что надо сделали ну ты саша позвонил сереже сказал что все сделано вот это вот но потом мы расстали как бы расстались но смысле что перестали общение по телефону прекратили то что поздно уже было мама кстати так и не знает сережина то что она спала не решили не будить ну зачем человеку ночью там давление поднимется все в общем с утра скажут аккуратненько ну и вот времени на 6 часов утра и сережа хочет поехать проедутся потому что брат без машины проедутся по городу там посмотрят где может быть где-то недалеко все-таки оставили посмотреть какие там есть гаражные комплексы что еще такое есть там где это возможно было спрятать потому что явно что ну как говорят полицейские гибдд что обычно все равно отстаивают машину пару дней потому что вдруг там трекеры какие-то gps на gps всякие наводчики трекеры какие-то маячки и соответственно далеко они не собираются увозить машину обычно потому что это опасно еще не переделаны наверняка документы не подделаны то все и в этом смысле нужно время чтобы убедиться что у машины нет маячков что тебя не остановит по плану перехват и так далее поэтому обычно они конечно машину возят куда-то в безопасное место но не так далеко в общем все же поедет и они вместе поедут просто посмотрят по району спишь 5 так 6 утра у нас видите 6 утра так мы все же вообще ночь не спал я тоже надеюсь ничего машу разбужу марш не знаю потом посмотрю разберемся по крайней мере будете уверены что вы все сделали что могли тогда будешь думать а вдруг а так где-нибудь в соседнем дворе стояла но маша что погуляет с ним 12 с него сколько гулять 12 можно даже пол первая думаю да ты же гулял с ним тоже бывал то в час даже как он будет ладно я пока позвони когда доедешь пока 6 утра видите а люди ходят все что же пошел помашу ему единственное что он вообще не спал конечно переживаю ну ладно доедет позвонит я думаю что бывало такое что он не спал в принципе не очень спать хотели сейчас чай попили снежок у нас на улице минус 0 5 а не видно в общем небольшой минус бывает до минус 5 небольшой снег в общем хорошая погода нормально так видите он горят огни задние машина и сереже снег стряхивает сайты сайты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маша все рассказала, она сказала, что она что-то слышала во время сна Вот, ну и она уже встала Будет сейчас что-то и будешь делать Буду заниматься А, ну понятно Вот, ну а Крамельный Да А я В общем, у нас была бессонная ночь с папой Так что все, Сережа Сережа звонила, он по дороге В общем, уже, может, доехал даже Скинет мне смс-ку или что-то, не знаю В общем, я пойду Прилягу И так, у меня была бессонная ночь То отдохну, полежу Даня-то ушел сразу Как мы поговорили с папой Вот И с ним Это буквально там в три ночи он пошел спать А мы с папой дальше не спали Вот так что Все, Маша на вахте Она теперь бодрствует Дарья уже давно пошел спать Сережа тоже не спится Ну а я пойду Прилягу В общем, раз так по кругу будет Потом папа приедет Тоже приляжет И будет спать Да, а мы будем бодрствовать Вот, так что так Ты что, не ешь эти конфеты Которые тебе бабушка-то Да нет Подарила Вот такую вот Аленка всрыла А я ее еще Не доела Клавиш-то как нормально Да, хорошо Видишь, не отлетают эти Нажала мне кнопку Не отлетают наклеечки Ну вот, а Маша, оказывается, корейским Будет заниматься Видите, как Это она показывала Как она наклеила Удобно теперь, да? Да Ну ладно, занимайся Оставлю тебя в тишине Приятного тебе кофе пить Спасибо И все тогда Так, друзья, ладно Я уже, видите, как в кровать легла Стирку запустила на всякий случай Ну, днем надо стирать Все равно было Так что Как раз пускай стирается Страховки У брата нету Она закончилась Как раз недавно Буквально там Месяц назад Но он не сделал еще Вот, но имеется в виду Страховка такая есть Которая На аварию Постраховка, которая На все Ему именно А не человеку Который Если Пострадает Там Вот То Такой страховки нет У него В общем, у него Обязательная страховка есть А этой нет И поэтому Придется помогать Придется помогать Если что И в общем Ну, будем разговаривать На эту тему Что, как Так